Привет всем, решила зайти в прямой эфир ненадолго, пока сижу на педикюре. Сразу вам говорю, у меня все спрашивают, мой синяк, я набила его на танцах, вот он мой синяк, блин, он такой большой реально, на коленки постоянно надо было одевать, а я вот бухнулась на колено и набила такой синяк, поэтому полечу отдыхать с синяком. Да, у меня виниры, я красотка, спасибо, я вообще такая без укладки, не накрашена, ну практически не накрашена, вот такой брови, ну мне приятно. Я очень классно, у меня все отлично. А, нет, я забыла, у меня себе машину кавейроли, да. В общем, мне забрали машину в штрафстоянку, потому что я там припарковалась. Вообще, поехала забирать, а я завтра вылетаю утром, и я понимала, что если сегодня не заберу, то это все. В общем, нужно заплатить 7 тысяч или 8, за что я не там припарковала ее. Плюс, если я не смогу ее забрать, то она будет стоять еще неделю, потому что я лечу в Турцию. Блин, я проговорилась, я лечу в Турцию, вот черт, ну ладно. Хотела завтра рассказать, куда я лечу. Ну ладно, куда именно, вы не знаете, и с кем вы не знаете пока. А я лечу не одна, и даже, в общем, дальше не расскажу. Так, в общем, ну я узнала, что эти стоянки и все вот эти службы, они круглосуточные. Блин, мужика болит держать, а. И поэтому, и поэтому я заберу сегодня машину, и все будет супер. Но, правда, уже 10 часов вечера, а чемодан еще не собран, машина еще не забрала, я машину. Но, также я еще не делала педикюр. Но маникюр, смотрите, какой-нибудь крутой. Классно. Меня часто спрашивают, где я делаю маникюр, педикюр. Я обязательно с вами поделюсь ссылкой на Катюшу, которую мне делают. Маникюр и педикюр. Мне очень понравилось, кстати, очень классно. Скажите красиво, нежно. Про Рому вам пока ничего не расскажу. Миллион сообщений. Просто сториз выставили, уже миллион вопросов про Рому. Юлька тоже сказала, что я в Турции лечу. Ну ладно. В любом случае, под фотографией, которую я выставляла и устраивала конкурс, кто угадает, куда я лечу, я вышлю футболку. Я уже выбрала давно девочку, которая угадала. И обязательно по прилету я сразу отправлю ей футболку. Мы с Юлей хорошо общаемся. Жалко, что я улетаю, а она как раз прилетает. И мы не успеваем пересечься. У меня язык уже заплетается к вечеру. К черною я никак не отношусь. Ну, никак не отношусь. Мы с ней хорошо общались, потом она начала говорить все гадости на меня. И после этого начали друг друга засаживать. И явно уже были не подруги. Хочу твою футболку. Кстати, мне очень много кто пишет, спрашивает за футболки. Ребят, к сожалению, их пока нет в наличии. Я все распродала. И вот сейчас отдала на печать футболочки. Где-то через недельку они будут готовы, они будут у меня. И спустя неделю будут футболочки, можно заказывать. В принципе, можно делать предзаказ, если вы хотите. Кстати, многие писали, что якобы там я угадала, я угадала. Но, блин, там вот та девчонка, которая угадала, она мне не писала. Я ей сама напишу. Она была первой, кто угадал комментарии. Вот, а еще. А еще для вас очень много всего нового. И, кстати, я сегодня уже записала свою новую песню. Точнее, я не сегодня ее записала, я ее неделю назад. Но мне пришли... Господи, у меня заплетается язык. Мне прислали готовый вариант песни. Это просто шикарно получилось. Мне очень нравится, да, если я не похвалишь, никто не похвалит. Но всем нравится, кому я показала, за родных. Нет, папе не нравится. Ну, папа у меня критик, вы же знаете. Но, пока я загружу ее в iTunes, пройдет, наверное, недельки две, а то и три. И только тогда вы сможете услышать. Но отрывок из песни я очень скоро выставлю. Вот. Блин, вам понравится. Я думаю, вам понравится. Ну, и, конечно, с завтрашнего дня начнутся красивые фотки, красивые видео. Юра, да, ты тоже слышал песню. Спасибо. Спасибо, что тебе понравилось. Так, какой-то был вопрос. Бузова взбесилась на меня. Почему? С чего вы взяли это? Слушай, на проекте еще было. Я не знаю, кто такой Артем Сорока. Я уже говорю об этом две недели. Не спрашивайте меня за этого человека. Не знаю, кто это. Да, у меня будет все супер. У меня уже все супер. Так, по-моему, мне пюречко. Красиво? Нет, не спою пока. Очень скоро уже обязательно отрывок из песни я выставлю. И будем ждать появления ее во всех соцсетях. Я лечу на недельку. Мы летим на недельку. Это будет кайфово, я уверена. Отдохнем супер. Потому что я год не отдыхала. Все эти, я целый год не отдыхала. Может, вы думаете, что я загорала на Сейшелах. Но нет, я не загорала на Сейшелах, потому что там практически не было времени на этом. Не было времени, чтобы отдохнуть. Постоянно съемки, постоянно нужно быть с укладкой. Ну, не знаю, девчонки некоторые забивают, ходят с грязной головой. Есть такие. Вот. Но я всегда как бы следила за собой, поэтому мне было не до отдыха. То есть я не успевала все вместе делать. Да, конечно, я буду снимать клип. Мне устала рука держать. Нет, туда, куда я лечу, там тепло. Я смотрела погоду, там 28 градусов. Я буду развиваться в своей теме, которую люблю. Буду петь, танцевать и радовать вас новинками. Вот. И не только это я буду делать. Скоро все узнаете. У меня идей моря, туча идей. Причем до дома 2 у меня их не было. До дома 2 даже не думала об этом. Но когда я вышла, у меня столько идей появилось. С кем я лечу и куда именно, вы уже узнаете завтра. Смотрите, с самого утра. Утро мы вылетаем. Свою квартиру, но моя квартира находится в Киеве. Моя квартира, которую я снимаю, не могу сейчас показать, потому что я делаю педикюр. Я не дома. Блин, ну какого Саймона я люблю. Ну, ребятки, ну что вы такое спрашиваете? Ну, конечно, нет. Ну, не расскажу пока, с кем я лечу. Не расскажу. Завтра все узнаете. Понятно, откуда идеи и откуда идеи. Мне непонятно. Они просто появляются. Я не хочу пока возвращаться на проект. Может быть, когда-то я захочу, но пока я отдыхаю, наслаждаюсь свободой, воплощаю все свои мечты и идеи в реальность. На проекте это нельзя было все сделать. Да, у меня виниры. Красиво. Кстати, хочу кушать. А еще столько дел сегодня. Так, спасибо большое, что я умная, приятная. Чьи телефон звонит девчонка, которая мне делает педикюр? Соровья? Соровья это что? У меня нет брата старшего, у меня есть старшая сестра. Так, Аня, передаю тебе привет, спасибо тебе большое. Так, пишите, кому передать привет. Там директ писали, кому-то передать привет, но я не запомнила. Пишите тут. Георгиевск, привет. Привет, Одесса. Люблю Одессу. Лапочка. Ябаров вернется к Алене? Ну, я не знаю. Не знаю. Мне кажется, Алена этого не хочет. Ябаров уже хотел вернуться, но, мне кажется, Аленка уже не хочет. Очень она разочаровалась в нем. Привет, Каринка. Ты очень красивая. На голове я вам расскажу историю. Я, в общем, переезжала в новую квартиру, которую я сняла. У меня еще не все даже сумки дома. Вот, почти все уже дома, но утюжок, утюжок я не могу найти. Утюжки, чтобы уложить волосы. Завтра лечу в Турции, я не представляю, почему надо найти утюжок срочно. Потому что, как я буду в Турции без укладки, я должна быть красивая, делать фотографии и видео для вас. Вот, ходить гулять, отдыхать. А, утюжок не могу найти. Хвостик у меня, да. Я вообще на самом деле хорошо выгляжу. Просто у меня такой наряд интересный, хвостик подходит. Сейчас я вам покажу, потом, когда встану, засниму с Турцией, здесь очень красивое зеркало, и вы все увидите. Спасибо большое. С кем лечу, я скажу. Завтра. Привет. Обожаю тебя. Спасибо большое. Привет, Пенза. Ты супер, ты прекрасна. Обожаю тебя. Привет, Киев. Купи новый утюг. Зачем? Привет, Беларусь. Могилев. Привет, Армения. Я в Турцию лечу. Я под твоим наркозом, под твоим гипнозом. Так. Я в Москве. Нет, Саймона я не люблю. Так держаться. Хорошо. Давайте я в Турцию спою и станцую. Привет, Дагестан. Меня сегодня спрашивали, могу ли я отправить футболку в Дагестан. Кстати, я не знаю, по какой почте, может, кто-то мне скажет, сколько это будет стоить. Может быть, деливри или еще какая-то доставка. Но я пока и не планирую возвращаться на Дом-2. Привет из Новика. Светик, привет. Привет из Ярославля. Привет. Ярославль. Привет, привет, привет. Все такое заходит, что ли? Привет, Донецк. Привет, Дмитров. Привет. Всем привет. Вы только заходите. Я уже думала, выходите, вы только заходите. Ну ладно. Привет, Беларусь. Хорошо. Ты супер наркоз. Ефремова. Привет. Я не дам номер. Для чего номер? Я не знакомлюсь. Привет, Казан. Привет, Муром. Муром. Из Мурома. Привет. Привет из Владимира. Я сняла квартиру. Очень удачно от хозяина. Хозяин хороший оказался. Я довольна. Мне повезло. Но сегодня не повезло. Привет, Альбина. Иди на песни. Может быть, схожу. Ты крашу волосы? Крашу. Скажи. Правда, Черно? Да, они правда такие истерики. Они не притворяются, мне кажется. По лову, конечно, я не залезу, но мне кажется, это правда. Привет, Всеславль. Как попасть на Дом-2, пройти кастинг? Марго, можешь дать совет в директ? Ребята, честно вам скажу, я сегодня поняла, что я не смогу ответить в своем директе. Потому что я уже три недели отвечаю на вопросы в директ. И я дошла только до тех вопросов, которые были три недели назад. А что уже говорить о том, что было в течение года? Поэтому, мне кажется, я не смогу ответить на все вопросы. Наверное, буду видеть только свежие смс-ки. А на старые, к сожалению, не смогу ответить. Я не знаю, как я крашу волосы, мне вставят красили стилисты, поэтому я не знаю, как я крашу. Ну как, у меня корни, возле корней милируют, а потом тонируют. Так, последний раз осветлили всю голову практически. Ну где, свой адрес говорить не буду, уж в прямом эфире. Но недалеко от центра, в принципе. Мой папа в Макеевке. Папа, не могу, такие смешные посты пишут. Мы уже стали с ним лучше общаться. Мне 22 года. Привет из Северной Осетии. Привет. Эротические фотографии. Давно у меня не было таких. Спасибо большое. Привет Казахстан. Привет. Привет Грозный. Да, спасибо большое. Мне тоже нравятся папины посты. Хуйнот он подписан в инстаграме, кто не знает. Я не слежу сейчас за Дома 2. Ну, конечно, твоя информация, которая мне интересна, я знаю. Но... Но... Насчет Черной и Йосика я не знаю. Это мне не интересно. Кстати, я недавно, мне сказал папа, что все, что Йоси заболел. Я решила зайти на его страницу, а он меня заблокировал. И я думаю, зачем он меня заблокировал? Ну да ладно. Что рассказать про съемки на Дома 2? Съемки там круглосуточно идут. Это не съемки, ты просто живешь, а тебя круглосуточно снимают, можно так сказать. Я живу в Турцию, переезжаю. В каком городе живешь? Перм. Привет. Господи, да кто такой Артем? Я не знаю таких ребят. Давайте про него заканчиваем, пожалуйста, у меня спрашивать. Я все равно вам не отвечу, потому что я не знаю, кто это. Как была? Ногти красивые у меня. Спасибо, да. Катя красивые ногти, видишь, говори. Супер. Я с вами поделюсь контактиком, где я делаю эту красоту. Про Ромку вам пока тоже ничего не расскажу. Скоро все узнаете. Есим Туки со мной. Не хочу пока вернуться. Мадам 2. Привет, Воронеж. Привет, Берлин. Что главное ценишь в мужчинах? Это сложный вопрос. Раньше я знала, но сейчас вообще разочаровалась в последнее время. Но все равно не перестану верить в любовь. Честность, наверное. У тебя уже срыв. Это очень смешно. Ребята, кто мне пишет, ты мне должна помочь. У меня на грани срыва, ребята. Кроме вас самих, вам никто не поможет. Вот на самом деле. Вот сам себе не поможет, никто тебе не поможет. Если будешь думать о всем плохом, оно и будет все плохое у тебя происходить. Если будешь думать только о хорошем, то и будет только хорошее. Ну, конечно, ум, преданность – это самое главное. Привет, Ирина Федулова. Привет, Геленджик. Я думаю, что по сценарию, да, было шоу «Замуж за Бузова». Ну, я не знаю, подробностей я там не работала, не участвовала. Спасибо. Нет, с шоевой не общаюсь. Нет, я купила песню «Под наркозом и новая жизнь». Привет, Беларусь. Привет. С кем лечу, узнаете завтра. Привет, Финляндия. Боже, с ума сойти. Сколько стран тут много. Уже кому такое не передала привет? Вы, правда, все из разных стран. Привет, Казахстан. Когда будет замуж за Марго? Ну, это шоу, это не жизнь. Но когда-то будет просто замуж. Я выйду точно. Привет, Украина. На проекте всегда для меня самым близким человеком был мой парень. Других близких людей на проекте у меня не было никогда. Хорошо общаюсь с Аленкой, Рапунцель, с Юлечкой Ефременковой и с теми, кто там работает. С некоторыми людьми очень хорошо общаюсь до сих пор. Настюха, так ты в Москву быстрее приедешь, чем я в Беларусь приеду к вам, мне кажется. Астрахань, привет. Интересно было бы посмотреть замуж за Марго. Привет, Чехов. За Рому я вам тоже пока ничего не скажу. Так, Бузова где? Ну, не знаю, если не общаюсь. Нет, Дом-2 не по сценарию. Да, наверное, чуть-чуть. Не знаю, нужно полюбить себя. И будешь уверена в себе. Пока себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Я не сплю, я на маникюре, потом на педикюре, точнее. Потом я еду забирать машину со штрафстоянки, потому что у меня ее забрали. Потом я еду домой собирать чемодан. Еще очень хочу кушать, и вообще надо все успеть. Наверное, как всегда это будет в последнее время гамбургер с маком. Хотя нет, я вот вчера кушала в кафешке. Откуда такие щечки? У меня сюда были щечки. Ты симпатяшка, спасибо большое. Самая лучшая. Чем занимаешься после ухода за Дом-2? Записала новый трек, выпустила футболки, переехала с Киева в Москву. Еду отдыхать. Скоро, скоро вы услышите мой новый трек. И очень скоро еще что-то будет для вас. Скоро все узнаете. В общем, есть чем заняться после проекта. Блин, я устала. Буду показывать вам свой прыщ. Вот. Да, давайте я не буду на педикюре, наверное, все-таки петь. Так. Привет, Дарина. Твой голос жесть не пой. Вот если ты сказала, реально петь не буду. Да, конечно, будет клип. Сегежи, привет. Да, конечно, хочу стать певицей. На Дом-2, не знаю. Я прошла, сняла видео, мне позвонили через 10 дней, и я уже была на проекте. Я давно не была на родине, больше года. Может быть, поеду как-то в гости, съезжу к маме, с папой, с сестре, с племянницей к своей. Да, я не подражаю Бузовой, что вы говорите, глупости какие-то какие-то. Я не под кого не кашу, такая, какая я есть. Привет, Курск. Маталина, привет. Умничка, не потерялась, как многие всегда. Нравилось мне то, что тебе не говорили, заряжаешь своим позитивом. Да, особенно у меня очень смешило, когда я выставила первую тренировку своих танцев, и мне столько гадостей начали писать. Я удивилась, на самом деле. Я поддерживаю свою фигуру, кушаю в Макдональдсе. Как еще я поддерживаю свою фигуру? Но иногда могу покушать в Макдональдсе, больше ничего не кушать, в принципе. Ну, не передать, наверное, стараюсь. Спасибо. Я рада, что у вас много счастья. Люблю дарить счастье. Красиво танцую все-таки, да? Спасибо. Но я давно не занималась, конечно. У меня, кстати, есть в ВКонтакте видосы, там, где я танцую подростком. Можете посмотреть, очень круто было. Раньше я умела круто танцевать. Как я к отношению? Ну, с Бузовой я наверняка поссорилась в конце. А вот Бородина очень профессиональная ведущая. Мне она нравится, как ведущая. Привет, курская Юлия. Я никуда не обращаю внимания на критику. На танцах упала, коленку набила. Еду, лечу в Турцию завтра. Я подпарковалась не там, где нужно. Причем уже второй раз. Первый раз я прибежала. Я снимала сторис. Я хотела... Точнее, еле-еле успела. Хотели машину забрать. Вот. А сегодня я не успела. Я остановилась возле желтой линии, а не там, где парковочные места. Да, к сожалению. Ребята, уже Сурас Бузова рассказывала. Ну ладно, давайте вкратце еще раз. Она мне сказала, что я актриса. Я ей сказала, что она актриса, потому что она играла с Гриценко полгода. Когда она сказала, что Гриценко уже нет, давай не будем о нем говорить, типа того, я сказала, ну в том-то и дело, почему Гриценко ушел, а ты за ним не пошла, а раз у вас было все так искренне. Вот. И после этого Оля попросила, чтобы вырезали с эфира. Вот. Такая была у нас. Такой конфликтик небольшой был. Я не знаю, кто такой Сорока. Привет, 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 привет. Папа живет с мамой. В Ростов. Я, кстати, очень хочу в Ростов. Хочу в Питер. Я хочу много где побывать, но пока нет времени на это. Где Рома? Не знаю. Где-то в Москве. С Гриценко у нас хорошее отношение. Да, я уже общаюсь с папой. Спасибо. Не, да Николай не была в Питере, я очень хочу побывать там. У тебя племяшка такая сладкая. Спасибо. Я люблю свою племяшку. Привет, 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 привет. Я думаю, Рома не любит Олю. Мне 22 года. Я живу в квартире, которую я сняла в Москве. Сама, одна. В общем, ребятки, уже буду выходить. Завтра, я думаю, обязательно зайду к прямой эфиру, если не буду сильно уставшая под вечер. Но я думаю, не буду. Зайду обязательно. Можно зайдем с тем, с кем я плещу? Вот, поэтому всем пока, всем спокойной ночи. Целую.